Субтитры создавал DimaTorzok Я решил отказаться от известных людей, потому... Они от тебя тоже? Известные люди меня задолбали, потому что я их начинаю, допустим, любить, уважать, а они потом оказываются долбоёбами какими-то, и потом я из-за них краснею. Типа, вот допустим... Тебя на родительское собрание вызывают? Ну, не знаю, ты говоришь потом, типа, блядь, вот мне Кевин Спейси нравится, и потом он педофил, такой, блядь! Ещё больше нравится! Но мне не за это нравится! Да, я вот думал об этом! Вот где мне то, что разделять человека, его творчество, но я понял, что я не могу. Вот я недавно слушал Майкла Джексона, песню Billie Jean, и вот как она играла в моей голове. Типа, Billie Jean, я хочу тебя! Типа, как будто я представлял маленького мальчика, которого он хочет. Billie Jean — это женское имя. Да мне похуй, я... Да он хотел представлять именно так. У меня в голове уже всё, типа, ну, подгрузилось, всё его прошлое. И, типа, вот я недавно послушал альбом Тайлера The Creator, и мне до этого его творчество вообще не нравилось. Но этот альбом послушал, и мне нравится, и я такой думаю, ну, сука... Стал копать на него информацию. Грёвный педофил, я не поддамся. Короче, ты всяких в голове у себя собираешь знаменитостей педофилов, да? Ну да, да, вот моя коллекция. Как будто бы тогда не надо вообще голливудское кино смотреть. Тебе нужно просто прекращать. Нет, мне просто не надо влюбляться в них. Допустим, мне нравится, там, ну, условно, я... Ой, мне нельзя сейчас влюбляться. Я так обманывался после Кевина Стоит. Нельзя сейчас влюбляться, Тайлер, не надо, нет! А прикинь, если к тебе кто-то разочаруется. А я вот уже думал об этом. Поэтому я по чести живу. И... По масти, по чести. Я знаменитым никогда не буду. Вообще, по фигу, что я делаю. Просто... Чтобы никого не разочаровать, типа. Да. Ты выбрал мне быть знаменитым, чтобы никого не разочаровывать. Да, да. Я буду очень... Поступок не мальчика на мужа. Вот так-то. Слушай, так то, что ты разочаровываешься, это же твоя, получается, проблема. Ну да. А не тех людей. То есть смотри, всегда завышенные ожидания делают с нами, ну, роковую такую, жесткую игру с нами играют. Мы такие, блин, это будет классно, классный актер, классный фильм. А вот ухера как что-нибудь плохое. Он такие, блин, ну ты меня подставил. Ну это все, это все внутри твоей головы. Да. Потому что, знаешь, ты составил себе впечатление о нем не по общению с ним, а по фильму. И потом ты с ним встречаешься, и такой, типа, ты встречался с Хью Джекманом, и вы идете и натыкаетесь на переделку какую-то в подворотне. И такой, вам пизда! Давай, доставай. Все, вам конец! Адамантик. Че? Ваши стволы здесь ни при чем! Это другое. И вас убивают наши. Я такой, ты росомаха! Нет, это вообще другое. А у него лифтом в руке. Я такой, я достал. Не бить его. Я люблю как актера, типа, а не как персонажа. Ну, Фаня, ты не знаешь его как человека. Может, он приходил, вот так вот. Потом я узнал. Хватит, мне быстро в руки засунули! И Костя сейчас такой, это ты его не знаешь! Ну, смотрите, нет, подождите. Если нравится Кевин Спейси, я узнаю о нем. То, что он, типа, блядь, где-то не оплачивает проезд в автобусе. У меня к нему… Он не ездит на автобусе. А? Он не ездит на автобусе. Поэтому не оплачивает. Он еще и уезжает. Условно. Типа, есть разные нарушения. Типа, педофилия. И не оплачивать. Типа… Ну, я… Вы же знаете, что это разное? У меня больше нет вопросов. С этого выпуска у клуба появятся хайлайты. Да, ну смотри. Нет, подожди. Контролеры есть только за вот… Типа, контролеры. Нет. Есть деньги, контролеры. Ты что принес на разгон, нахуй? Подожди. Смерть своей карьеры или буст. Не понятно. Да мне похуй уже. Я… Смотрите, я вам объясняю. Типа, есть какие-то пороки человеческие, на которые ты закрываешь глаза. Типа, если я узнаю, что Кевин Спейси… А какие-то ты вбиваешь в Порнхаббит, да? Нет. Понимаете, что… Нет. Типа… Да, да. Вы не понимаете, да? Да нет. Я очень хочу понять. Я не до конца. Просто смотрите, когда говорят о том, что человек педофил, это одно. А когда говорят, что он, допустим, не уплатил налоги, ты такой, да, плохой человек, но типа в целом… Да, это разные вещи. Это понятно. Ты к чему это сейчас… Это к тому, что нужно разделять, типа, творчество и преступление. Да? Не нужно, типа. Но преступление бывает разное. Это такая мысль? Да, для меня если я… Ну, мне нравится актер, не персонаж из фильма, а актер, типа, во многих его фильмах. И он не нравится. И если я узнаю, что он плохой, я не могу уже разделять. Типа, мне сложно это делать. Типа, что он не заплатил налоги. Ты такой… Ну, нет. Не заплатил налоги… Я не верю, что для тебя семья – это главная Вин Дизель. Нет. Ты налоги почему не заплатил? Нет. Я говорю, налоги не заплатил, а то не так страшно для меня. Да, да, да. Типа, если педофил, я такой… Бля… Ну, так их немного. Влюбись в другого актера тогда. То есть, по сути… Нет, нет. Нужно тоже понять, как будто вот эту границу, да, тоже бы нащупать. То есть, докуда ты решил прощать? Ну, если убивал… Если убивал… Если убивал… Если убивал готов? Да, конечно. А если он убил хуем? Нет, нет. Это шутка. Убивал? Убивал. Педофилия. Ну, короче, самое жесткое. Вот это мне не нравится. Я просто могу сказать, что их мало. Вот что. Ну, то есть, действительно, таких людей, которые… Конечно, таких, как Ленардо, Ди Каприо больше нет. Он один. Ты знаешь, что получается у тебя… Лео, нет. Ты только получила скорость. Смотри от всего. Нет, просто вы говорите, влюбитесь в другого. А как я влюблюсь в другого? Это вот… Ну, вообще, любовь – это сложное чувство, понимаете? Ну, тогда… То есть, у тебя не любовь. Вот… А что у меня? Ну, потому что… Ты не любовь, Костя, ты любишь образ. Нет, подожди. Слушай, я вот что подумал. Получается, для тебя обидно, как будто тебя расстроит именно неналичие… Если ты узнаешь о том, что педофил… Бернитость любит детей, а не Костю. Нет, нет. Ты типа педофил… Вскрыли… Это знаменитость? Нет. Офиг. Главное, чтобы педофил… Он мне не нравился. Да, да, да. Нет, подожди. Я же сказал ранее… Смотрите ранее. Я говорил, что мне не нравился и в плохих людях, ну, в обычных людях, но в знаменитостях, так как плохих людей я не знаю, я к ним не привязываюсь. То есть, конечно, это плохо, когда кто-то так делает, но когда этот человек мне нравится, там, своей актерской какой-то, с каким-то своим лайфстайлом, то меня это типа как-то ранит внутри. Вот и все. Я разочаровываюсь в человеке просто. Боба Марди, слушаешь? Нет. Он тоже педофил? Нет, он же наубил. Ну, это не так же. Я не знаю, это хорошо, плохо, по мнению Костя. А, ну, да-да-да, тут надо уже уточнять. Здесь есть, интересно, что здесь есть граница, наверное, у тебя внутри знаменитости. Интересно, где она проходит. От скольки тысяч фолловеров? Нет, ну… Мне кажется, здесь… И добра, и зла. Скорее, для меня, типа, тот, кто мне нравится. То есть, это не обязательно должно быть там… Тебе нужно свои изначально вкусы, значит, перенастроить, и изначально подсаживайся только на звезд педофилов. Ну, то есть, вот смотри, у тебя список уже есть. Ты смотришь теперь фильмы только… Блядь… Вуди Алина. Да нет. Вуди Алина. Вуди Алина. Только фильмы Вуди Алина. И слушаешь музыку только Майкла Джексона. И я тебе сейчас скину группу Lost Profits. Аркелли. Аркелли, да. Решение меня устраивает. Блин, слушай, а можно же теперь такой микстейп прям выпускать? Да. Плейлис потихонь. Самый ужасный микстейп. Знаешь, типа депрессивная вечеринка. Какой-то такой… Плохие люди. Слушаешь, у тебя очень странная ассоциация, да? Или на детский утренний. Ужасно. Плейлист Spotify от Кости Захарина. Spotify. Если вы слушаете Майкла Джексона, попробуйте послушать еще и вот это. А как это так быстро перешло? То, что я разочаровываюсь в звездах педофилов, в то, что они мне нравятся? Как это мне могло? Подождите, подождите, подождите. Что у нас это превращается в такое, типа, в какие-то уколы? Ну, нормально же тоже, это же… Комедийный прием, что ты говоришь, типа, я буду теперь… Поэтому понял, что для меня проще изначально кайфовать от звезд педофилов. А ты думал, мы тебе советы даем? Ну, это же моя жизнь, а в стендапе я свою жизнь… Давайте встретим маму Костю Захарину. Это она попросила нас поднять эту тему. Это интервенция. На интервенция.